приветствую вас друзья с вами варчик за последнее время на канале много новых зрителей которые недавно подписались спасибо вам огромное но в этом видео мы с вами поговорим о том что 2022 год для игры мир танков на ру регионе самый плохой год за все 13 лет почти 13 лет существования игры мир танков на вот экспрессе вышла новость с картинкой с циферками где показано что где просела что где упала ну и конечно тут есть текст я весь его зачитывать не буду вы можете сами зайти его почитать я просто скажу главное и выскажу свое мнение ну а вы конечно же можете в комментариях написать все что вы про это думаете комментарии я читаю отвечаю каждый год онлайн в игре падает но по сравнению с прошлым годом онлайн упал на 42 процента по выходным дай бог там онлайн 350 тысяч 400 тысяч это прям вообще вау новых регистраций в игре стало меньше на 20 процентов по ощущениям играет в игру основное ядро и они стали играть больше боев типа помогли новые режимы и по прогнозам вот экспресс игра проживется онлайном 100 тысяч дай бог еще опять 6 лет но это совсем другие цифры и другие заработки для компании за 2021 год в игру сыграла 12,3 миллиона игроков а в 2022 только 6,7 миллиона даже если учесть что полтора миллиона ушло на и у где еще четыре с половиной миллиона вот это коротко о том что написано на вот экспресс дословно можете сами зайти посмотреть ну и конечно картинка прилагается всего игравших упала на 45 процентов это за один год прямо жесть какая-то когда видишь что онлайн падает год за годом потихоньку это конечно грустно но не так печально когда сразу за один год в пропасть но я очень часто обращал свое внимание на онлайн других играх старых тоже бесплатных которые уже очень давно существует и там онлайн не так катастрофично падает выходят новые игры люди ходят играют во что-то другое понятное дело что люди не будут играть всю жизнь в одну игру но то что происходит с танками на ру-регионе это просто жесть во первых что по этим цифрам на картинке хочется сказать посмотрите насколько мизерное число игр сыграно в других режимах там не набираются даже буквально одного процента от того сколько играют в рандоме неужели нужно столько внимание уделять этим дополнительным режимом если в них настолько мало играют честно скажу из всего что есть кроме режима рандом мне лично нравится стальной охотник и частично натиск в общем и целом мне по сути больше не нравится ничего все остальное для меня вообще не интересно это я не могу в эти режимы играть долго или много они мне быстро надоедают но в каждом из этих режимов встраивают механику заданий там боевых пропусков еще какой-то чепухи каких-то наград где подталкивают к тебя играть в эти режимы много и эти режимы начинают бесить буквально быстро поскольку ты в них раньше больше чем хочешь если бы я растягивал удовольствие возможно я бы и поиграл на большом промежутке больше но меня прям заставляют этими заданиями играть много зачем я не понимаю то же самое эти марафоны в рандоме тоже тебя прям подталкивают к тому чтобы играть больше из-за чего игра начинает бесить прямо раздражать поскольку игра и больше чем ты хочешь ты больше устаешь играешь хуже когда играешь хуже жопа начинает гореть намного чаще когда жопа горит и ты устал ты ну еще хуже начинаешь игра просто начинает бесить зачем это делать с игроками из года в год я не знаю просто выращивали хейтеров игры ну вот вырастили вот я в игре с 2013 года у меня там уже около 90 тысяч боев честно говоря я за ними уже не слежу сколько я там их сыр и игра развивалась нормально и адекватно на моих глазах примерно года 2 до 2015 года до того как начали делать дополнительные какие-то временные режимы как только начали делать эти дополнительные режимы очень сильно сократилась работа с основным режимом случайные бои реже стали выводить карты изменять их и возвращать назад измененными реже стали происходить какие-то мелкие доработки вот карту всунули в этот режим случайные бои и несколько лет она там просто наимерзейшая и ты попадаешь на эту карту на респ какой-то понимаешь что на нем вообще невозможно играть и ты из года в год попадаешь 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 и ничего не улучшается ничего не меняется что говорить про карту оверлорд убрали потому что она плохая ничего не изменили вернули вот суть того почему люди уходят из игры абсолютно наплевательское отношение к игрокам игра делается не для игроков не слушается вообще что нравится игрокам что не нравится это мое личное мнение как игрока каждое добавление в игру это ощущение что разработчики делают ее для себя для своих каких-то выполнений планов вот у них там какой-то план есть они по нему идут спешат чтобы уложиться в сроки как будто бы мы их подгоняем это эти все планы и сроки там ничего для нас особо нету большая часть что выходит это какая-то дичь причем сделанная она наскорую руку как будто бы поскольку открываешь каждое меню она недоделанное все механики там везде не хватает каких-то кнопок удобных чтобы этим пользоваться хорошо с кайфом каждый раз ты открываешь какую-то хрень там все тяп-ляп никаких не хватает нигде не сортировок ничего нигде невозможно найти вот если ты какой-то камуфляж на танк наденешь а у тебя в ангаре сотни танков попробуй найди где он находится чтобы снять его и надеть на другой танк я не знаю в чем проблема когда ты на одном танке вот открываешь камуфляже и тебе показывается камуфляже которые надеты на другой танк который не надеты который на складе лежат и ты просто над текущим танки с другого танка перемещаешь камуфляж сюда зачем мне его искать там где-то не в непонятных дебрях я шо дебил что ли искать в сотнях танках камуфляж чтоб потом всунуть его сюда сколько лет они этих членов экипажа там мурыжат мучают не могут полторы кнопки нормальные добавить чтоб все там работало по-человечески перевели карты вожди они все коридорные по большей части переделали кусты маскировку кустов добавили оглушение никто не просил добавили кучу фугасных танков за 2022 год от которых всех уже подташнивает сначала калл иван потом гонсалы потом кобры ну и в конце сверху вишенка на торте базе 176 сколько лет они мурыжат этот баланс танков одну веточку апнуть другую понерфит как баланса танков небо так и нет просто меняют метовые танки но это же весело вот ты качал ветку качал думал что она нормальная потом она поменялась она ненормальная вот ты выкачал ветку слабую потом она сильная то нам давали год за годом какие-то подарочные абсолютно ненужные танки теперь нам на новый год рассказывают что оказывается надо было коллекционировать их бои большая часть из которых за пару минут уже понятно кто выиграет со счетом 15 3 3 15 и тут написано что боёв стало больше да и стало больше потому что все бои по три минуты как при таком падении онлайна на 93 процента боёв стало больше это шо прикол то есть разработчики ускорили бои просто потому что им надо сдать отчетик что люди прям вообще обалдеть как играют души не чают в этой игре хочу их тогда на 45 процентов меньше я считаю что абсолютно заслуженная статистика падения онлайна как разработчики игру делают в то она превратилась то она себя и представляет вместо того чтобы остановиться и доделать все те провальные моменты которые в игре есть они спешат по каким-то своим планам еще какую-то хрень в игру добавить огнеметные танки еще оглушение нам того мало надо еще оглушение людям говорят что уже тошнит от оглушения разработчики давайте еще ночные карты обалдеть ну чё ну ночные бои дневные бои то никто видеть не хочет ночью то почти классно будет динамические изменения на картах боже да карты помойные даже без динамики насколько же они будут убогие в динамике зачем ссувать еще в плохие карты что-то еще сверху она же и так кончено и мне это вообще вот смотрю на планы на следующий год такое ощущение что вся игра идеальная и можно идти дальше напихивать еще чего-то я вообще не вижу никаких исправлений старых косяков ухудшение стрельбы она абсолютно не интуитивная непрозрачная непонятная люди раз за разом заходят в бои стреляют за голову хватаются не поймут что произошло не поймут куда их пробили не поймут куда они пробили люди постоянно уже лет 12 думаю что в игре крутят туда-сюда стрельбу но видимо разработчики не считают это проблемой а игроки просто их бесит это ну и результат они уходят из игры хотя стрельба была намного лучше до того как сделали hd броню если сделали hd броню тогда не должно быть вбр поскольку вбр выполнял роль литой брони поскольку раньше броня была супер простая в ней не было вообще никаких изъянов никаких переходов никаких скачков брони больше меньше броня была однослойная одной толщины нлд одной толщины vld и так далее они сделали броню очень сложную типа как литую а вбр остался понятное дело стрельба стала менее адекватная я это говорю уже лет 200 на каждом стриме я толдычу уже надоело самому но очевидно же что вот эти все изменения привели к вот такому результату падения онлайна каждый патч каждое обновление каждая механика я рассказываю свое мнение в своих видосах понятно что разрабам на все это наплевать они их не смотрят я не популярный чел на ютубе в танках и так далее но я во всем прав в чем я не прав такое ощущение как будто бы я один в этой игре разбираюсь а разработчики разрабатывают там свои какие-то планы чтобы эти планы успеть и куда-то там сдать я не знаю не знаю куда они спешат эти планы свои сдавать зачем они их там выполняют для чего они их там делают если пользы это игрокам не приносит мне лично вот как игроку никакого не прикола ни кайфа с этого нет да как стримеру прикольно что есть о чем поделать видосики все время есть какие-то события но большая часть из этих событий они отчасти негативные потому что изменения плохие для игроков а я игрок я много в это поиграл изменения уже давно для геймплея не очень игроки тоже это видят и уходят в принципе что разработчики делали с игрой то мы и получили абсолютно заслуженно люди уходят здесь я вообще не удивлен в общем целом можете писать свое мнение в комментариях я думаю тут все и так понятно сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok